А рыбаков на автомобилях выгоняют со льда. Сегодня инспекторы ГИМС объехали побережье Обского моря и убедились, любители зимней рыбалки не готовы расстаться со своим средством передвижения, даже несмотря на риск провалиться под лед, забуксовать в рыхлом снегу и застрять вдали от берега. Трагические случаи в начале зимы уже были, в 2016 календарном году, к счастью, пока обходятся без ЧП. Мария Черешнева выясняла у рыбаков, так почему же на рыбалке они не могут обойтись без машины. След человека, снегохода и автомобиля. Здесь явно ехало что-то тяжелое. Сейчас толщина льда где-то 70 сантиметров и по законам физики этого достаточно, чтобы выдержать, например, 4-тонную машину. Но у природы другие законы. Это колея, напоминание о том, как 6 февраля десятки автомобилей именно на этом месте оказались в снежном плену. В тот день, как и сегодня, было солнечно и ясно, но за каких-то полчаса налетел снежный буран. Спасатели целую ночь вытаскивали машины. Похоже, эта история любителей рыбалки ничему не научила. Вот точки на горизонте. Это не рыбаки, а их машины. До туда около 5 километров. Мы правил не нарушаем, к лункам идем пешком по рыхлому снегу. Многие рыбаки даже ради любимого дела выйти из-за руля не готовы. На запреты внимания не обращают. Вот кто-то бросил машину почти у берега. А здесь настоящая автостоянка. Некоторые, завидев камеру, сматывают удочки, но большинство уверены, оправдываться не в чем. И в апреле ездили, и ездили мы, и осенью ездили. Но вот сейчас, в середине земной, глухозимье, и людей негде порыбачить. От души, но последнюю перекрывает наша власть. По накатанным дорогам мчатся, как по автобану. Дальше клюет лучше. В погоне за уловом рыбаки забывают. Под ними ледяная вода. Последний случай. В ноябре под лед провалился уазик с четырьмя рыбаками. Никого не спасли. В этом году пока обходится. Но скоро весна, и инспекторы уверены, беды не миновать. Хотя на водохранилище есть всего три места, куда можно выезжать. Переправы. Остальные дороги на зиму нужно перегораживать. Осенью пересыпать валами мерзлой земли, а не снегом. Что такое, коллеги, снежный вал? Когда собирается колонна из десяти автомобилей, десять человек выходят с лопатами, и этот снежный вал буквально в течение получаса от силы разгребают. Вот образцово-показательное побережье металлические ограждения. Опять же, снежные валы и знаки, запрещающие выход на лед. Проехать здесь можно разве что на снегоходе. Ну и мы стараемся здесь тоже на своей территории говорить о том, что выезда нет. Да и люди же сейчас все информированы, они сами общаются через интернет друг с другом. И говорят, в Ленинском нам не проехать. Поэтому надо искать другие пути. И действительно, здесь на горизонте всего-то пара точек. Рыбаки разбрелись на сотни метров друг от друга, терпеливо вглядываются в лунки. А другие пути долго искать не надо. Весь берег ведь не отгородишь. Тут машин я не видал. Они вон все, вон в той стороне, видите, точки торчат. Вот там были. А тут не видать их. Без машины далеко не уйдешь, а здесь на мелководии почти не клюет. Вот и Александру сегодня не слишком повезло. Сидел с утра, обошел несколько лунок, поймал только одного судака. Не слишком большого. Мария Черешнева, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск.